Привет, друзья! С вами профессор Гуглов. И сегодня мы увидим, как Android и iOS до сих пор соревнуются 5 лет спустя. Здесь у нас iPhone 4s и Samsung Galaxy S2. Интересно посмотреть, как некогда лучшие из лучших в 2011-м постарели за эти годы. Первое, что бросается в глаза, это насколько Samsung больше. У меня американская T-Mobile версия, у которой огромный для своего времени дисплей 4,5 дюйма. И крошечный 3,5 дюйма у iPhone. Хотя AMOLED дисплей Samsung неплох, а Retina дисплей iPhone смотрится намного лучше. 326 пикселей на дюйм, показатель идентичен iPhone 6s. И хотя за последние 5 лет дисплеи значительно развились, жаловаться здесь не на что. Ну разве что на размер. iPhone ощущается крошечным по современным стандартам. Galaxy значительно удобнее. Также он выглядит довольно прилично, несмотря на возраст. У Samsung съемная задняя крышка, которая открывает доступ к батарее и слоту microSD. Для 5-летнего телефона возможность легко сменить батарею это большое преимущество. Телефон достаточно тонкий, но пластик успел состариться, это заметно. С iPhone хорошо обращались, а сталь и стекло не потеряли свой вид. Для меня это до сих пор один из самых красивых телефонов, который к тому же отлично лежит в руке и выглядит премиумно. И хотя в наши дни 4s можно купить за копейки, стоит помнить, что когда-то он стоил 600 долларов. Меня поразил софт. В то время как Samsung застрял в Android 4.1 Jalibin, который вышел в 2012, iPhone до сих пор поддерживается и даже работает под последней версией iOS 9. Хотя на дальнейшую поддержку рассчитывать не стоит, очень приятно, что Apple поддерживали 4s целых 5 лет. Даже линейка Nexus поддерживалась 2-3 года, а Samsung получил всего 1 год обновлений. iOS 9 работает не идеально гладко на 4s, но вполне пригоден к использованию. Хотя Jalibin застрял в 2012, все не так плохо. Google до сих пор добавляет все больше приложений в Google Store, что означает возможность использования самых поздних версий приложений, таких как Chrome. К сожалению, довольно много приложений не будут работать на 4.1, либо не смогут обновиться. Но Twitter, например, работает. Поддержка iOS 9 хорошо сказывается на iPhone 4s. Spotify работает отлично. Snapchat подтормаживает, но вполне работоспособен. Запуск тяжелых игр станет проблемой, но игры попроще, типа Minecraft, играются не хуже, чем на новых телефонах. Если вы умерите свои требования к скорости, iPhone 4s вполне справляется с большинством задач. Что действительно ушло вперед, так это камеры. Оба телефона имеют камеры 8 мегапикселей, что вполне достаточно, но ничего выдающегося. Оба телефона выдают добротную картинку в хорошо освещенной комнате. Однако Samsung передает цвета не очень хорошо, да и динамический диапазон у iPhone лучше. С другой стороны, фронтальная VGA камера iPhone просто ужасна, а у Samsung вполне пригодная селфи-камера. Видео 1080p и здесь особо нечего сравнивать. У 4s значительно лучше стабилизация и цвета, в то время как Samsung трясется и хуже передает цвет. Samsung S2 отлично демонстрирует, как далеко ушла отрасль смартфонов за последние 5 лет. iPhone тоже не стояли на месте, но 4s, на удивление, до сих пор отлично держится. А вы за кого? За iPhone или за Samsung? Пишите в комментариях. На этом все, с вами был профессор Гуглов, увидимся!